Универсальный Солдат 4, Универсальный Солдат 3 и много-много другого дерьма. У, 3D, конечно же. У, Клаве Барковской у крови мяса кровищу. А вы, Банави Иваны, приветствую вас в Гейзерной, снова в нашем ежедневном дайджест-подкасте, где обсуждаем игры, фильмы, комиксы и даже видеоигры, которые были ошибки, но тем не менее. И сегодня у нас спешл. Сегодня у нас пятница 13-я. А это значит, нужно поговорить о чем-то более-менее крипотном. Спасибо, Сири, но я тебя не об этом спрашивал. Так вот, я подумал, почему бы не выбрать сегодня какие-нибудь такие фильмы, не совсем хорроры и не совсем слэшеры, нечто посерединке, где есть мясцо, но при этом есть какой-то сюжет, немного интригующий, тем не менее. Такой, знаете, жанр на смеси ужасов, слэшера и триллера. У меня есть три фильма, начнем с хорошего, закончим не очень хорошим, но тем не менее. Я вообще изначально хотел подобрать фильм, игру и комикс, либо книгу, но я не вспомнил какую-нибудь интересную игру, которую можно отнести к этому всему. Я по своему времени играл из хорроров лишь в Атлас 2, а он был говно, так что поговорим лучше о фильмах, а об играх, комиксах и книгах поговорим как-нибудь в другой раз. Что ж, сегодня у нас будет фильм про маньяка, и еще будет один фильм про убийц, и еще один фильм про маньяка. Разнообразие! Да. И что ж, давайте, как обычно, поблагодарим наших патронов за нашу поддержку. Спасибо вам, ребят. И давайте начнем без лишних разговорствений, как мы обычно это делаем. И начинаем мы с фильма «Никто не выжил». С режиссером был тогда Рохей Китамура, который нам подарил также прекрасную картину «Полночный экспресс», или же, как его еще называют, «Полночный экспресс с мясом» по прекрасной книге Клайва Баркера. Сам фильм тоже вышел атмосферный, так что всем, кто любит Клайве Баркевское крово-мясо-кровищу, рекомендую. Но мы сегодня поговорим, а никто не вышел. Для многих станет огромным плюсом и мотивацией посмотреть фильм одно то, что там играет Люк Эванс. Как бы Люка Эванса все любят, и я не вижу причин, почему не посмотрели этот фильм. Ну, кроме того, что вам не нравится, когда люди вылазят из свиней и вот это все. Тут из свиней никто не вылазил, но было нечто похожее в фильме. Спойлерить не буду, но эта сцена весьма интригующая. Собственно, такой небольшой завуалированный спойлер. То, что вы видите на постере, я думаю, сейчас я на экран выведу его, это в фильме есть. Не всем так, как тут, но там оно есть. Так вот, что тут происходит. Парочка едет по междугородню, где-то заезжает в какие-то деревни, и заехала на станцию в мотель, покушать, отдохнуть. И у них какие-то проблемы. У семейной пары, либо семейной, не семейной, нам не говорят. Но они о чем-то спорят, девочка выглядит печально, и в общем, настроение у них упадническое. И тут местные гопари, местные роднеки, замечают парочку и решают, типа, блин, ребят, а почему к ним не пристать? Естественно, парочка дает отворот-поворот, типа, нам не интересно, на что роднеки немножко обижаются. Но в данном баре решили не устраивать цен, и уходят во своя сен. Безусловно, безусловно. Конечно же, потом происходит некоторое дерьмо, и роднеки нападают на парочку, и те собираются уезжать. И похищают их. При этом, подумали, что с них можно будет стысти что-то. Начинают страшно пытать их. Ну, я утрирую, конечно, но один из парней сильно увлекся, и случайно убил девочку. И вот тут начинается самое веселье, потому что мальчик немного расстроился. И в это же время, когда они обыскивали машинку с прицепом этой парочки семейной, в прицепе нашли девушку. Связанную. Вернее, не в прицепе, по-моему, в багажнике, да. И что же тут все происходит? А начинается охота на бандитов. Да, оказывается, мальчик не такой простой мальчик, и он весьма расстроен тем, что его девочка умерла. И начинает охотиться на этих бедных роднеков, которые не подозревали, с чем они не столкнутся. В принципе, сама завязка весьма интригует. Я такого давно не видел, когда какие-то утырки, на первый взгляд, которые должны быть сейчас маньяками, как раз злом в этом фильме, да, от которых наши парочки должны спасаться. Роли меняются, и все становится наоборот. И самое забавное, что и финал фильма, и, в принципе, развитие сюжета весьма необычно идет, и от финала, в принципе, был в восторге. Я люблю, обожаю такие фильмы, у которых в финале именно вот это происходит. Кто посмотрит, тот поймет, о чем я. И в целом, да, да. Экшен тут, ну, как экшен? Слэшер, скажем так, весьма изобретателен. Кровища не то, чтобы сильно много, то есть это вам не коллекционеры и ничего ибо подобного, да. Тут все-таки кровища и мясо кровищи поменьше. Но жесть есть, так что всем восприимчивым к этому людям лучше удалиться от просмотра. Ну, а всем остальным крайне рекомендую. Весьма интересный фильм. Снят не то, что дорого-богато, да, но недешево. Снят хорошо. Люк Эванс веселится, откровенно. Я радуюсь каждый раз, когда смотрю на хороших актеров, которым даются и та роль, где они могут веселиться, где они могут играть то, что обычно не играют. Хотя Люк Эванс в том году сыграл, уже в позапрошлом году, в 18-м году в фильме 10 на 10, где он похищает девушку и запирает ее в комнате 10 на 10. Неплохой фильм, но послабее, на мой взгляд, чем никто не вышел. Всем рекомендую любителям такого изобретательного полу-слэшера, полу-триллера, потому что экшен изобретателен, слэшер, вернее, изобретателен, да. Персонаж же необычный, то есть сам Люк Эванс, кто он такой, и что он преследует, кто-то девушка в багажнике была, почему она так напугана, и в принципе, что-то вообще происходит. Это крайне интересно за этим смотреть, поэтому всем рекомендую. Фильм хороший, посмотрите его, он заслуживает того. Плюс Рихе Китамура, он хороший мужик, и он умеет снимать такие фильмы, потому что, повторяю, «Полуночный экспресс» с мясом, великий фильм, как и самый Клайв Баркер, второй номер два в мире, мастеров ужаса на данный момент, как бы первый, естественно, Стивен Кинг, второй вот Клайв Баркер. Так что рекомендую, рекомендую посмотреть оба его фильма, а мы переходим, наверное, на вторую позицию, как по значению, так и по нумерации. Да. И на втором месте у нас «Тебе конец», хотя на самом деле «You are next», то есть «Ты следующий», это более подходит и по духу фильма, и в принципе, это логичнее звучит, но наши переводчики привели его «Тебе конец», видимо, им виднее. Ну, как бы, плевать. Тут фильм сразу интересен по одной причине, но зато какой. Режиссер у нас Адам Вингард, который снял немного плохих фильмов, но зато, хотя наоборот, много плохих фильмов, там и «Зло», и «Ведьма из Блэр», и «Титарь смерти», но при этом снял два сезона «Изгоя», кто не в курсе, это очень крутой комикс, и сериал получился тоже весьма интересным, интересным. такое мистическое, зло, одержимость, демоны, интересная именно сама структура демонов, это круто было, это очень интересно было смотреть, но, к сожалению, сериал, по-моему, закрыли, он не закончился сюжетно, я, кстати, не уверен, комикс вообще закончился, логически или нет, потому что на русском вышло только два тома, но вроде был еще на английском третий том, как минимум, я не уверен, но куда важнее он снял «Гость», по-моему, в 2003 году. очень крутой фильм, очень крутой фильм, я рассказать о нем сегодня не буду, поговорим о какой-нибудь другой раз, наверное, на следующей неделе, обязательно надо будет о нем рассказать, потому что он великолепнейший, но сегодня поговорим о его тоже давнишней работе, это фильм уже 16-го вроде года, или или 13-го, по-моему, 13-го даже, старенький фильм уже, но тем не менее. Из актеров там особо никого отметить не могу, лично мне мало кто известен, то есть Шарни Винстон, она более-менее мелькала где-то, но не скажем, чтобы совсем сильно известной была актриса, остальные вообще особо нигде не отличились. Да, Шарни Винстон, кстати, могли бы видеть ее в «Шаг вперед 3», вернее, 3D, конечно же, не самая лучшая часть серии, но окей, почему бы нет. Что тут происходит? Вы смотрели фильм «Прочь»? Вот примерно то же самое. Шутка. Хотя не совсем. Парочка, недавно познакомившись, едет на ужин со всей семьей. Девочка нервничает, потому что это первый раз, когда она встретит с семьей своего парня, и, в принципе, вполне законно мирно она волнуется, потому что семья весьма странная, у всех свои тараканы, между братьями есть странные отношения, у матери семейства проблемы с алкоголем, и вообще с психикой, и, в принципе, много-много тайны семьи. Ты уже предвкушаешь, как это все будет влиять друг на друга, как это все раскручивается, какой-то клубок, но на самом деле нет, потому что большая часть интриги пропадет вместе с персонажами, потому что это слэшер, да, 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 во время ужина, когда все начинают ругаться, потом бах, и начинают убивать. Да. Начинают расстреливать гостиную с арбалетов снаружи, и погиб вот один персонаж, второму выстрелили в спину, третий ранен, в общем, истерия, все бегают, ничего не знают, что делать. И тут, собственно, наша главная девочка, героиня наша, да, Шерин Винсон, начинает соображать, что-то предпринимать. Нам потом объяснят, почему она такая хардкорная она, и откуда она всему научилась. Объяснения немного притянуты за уши, на мой взгляд, на мой взгляд, конечно же, но в целом пойдет, пойдет. Чем интересен этот фильм? Во-первых, Шерин Винсон играет классно, то есть она по мере фильма становится все более-более избитой, искалеченной, но играет классно, я в нее верю. Да, в принципе, все персонажи хорошо играют, и в них веришь, ты веришь, что такое могло произойти. Да, когда интрига раскрывается, что это вообще происходит, что это за убийца, становится не так интересно, потому что это можно было немного предсказать, а сам момент, когда это происходит, ну, скажем так, немного не показался, немного переигрывающим. На атмосферу работает немного в минус, но в целом, в целом фильм очень классный. То есть экшен не такой изобретательный, как в «Никто не выжил», но все равно хороший. Некоторые сцены прям заставляют удивиться. Да, прям какого-то гурятинки, гурятинки, да, который может отвращение вызвать буквально. Сцена, наверное, одна за весь фильм, когда немного лицо располовинило. и в принципе все. С другой стороны, такие ранения более бытовые и не особо кровавые, поэтому в принципе это скорее даже триллер, чем слэшер. Но в целом, в целом смотреть было интересно. Да, впечатления не такие крутые, как «Никто не выжил», но это, возможно, мои проблемы. Может быть, кому-нибудь из вас понравится фильм этот даже больше, чем «Никто не выжил». Всем, наверное, рекомендую, любителям такого именно жанра, где семья, либо парочка, либо еще кто-то там, подростки глупые выехали на природу и начинают убивать по одному. Только тут как бы нет мистической всякой темы и маньяки оказываются не такими маньяками, но в целом, в целом все сделано более-менее изобретательно. Видно, что людям нравилось сделать то, что они делают и в целом круто. Но повторюсь, что лучше посмотреть от этого режиссера фильм «Гость», если не готовы просто так его смотреть. Подождите, в следующей неделе мы в пятницу поговорим о нем отдельно. Вот. Я думаю, это все насчет «Тебе конец». Офигенное название. Кто такое придумал? И мы, наверное, едем дальше к последнему по значению и по качеству фильма. Да. Мне трудно сейчас сказать, почему я решил посмотреть «Лугово монстром», потому что я на нем кликнул совершенно случайно. Скорее всего, что увидел на постере силуэты знакомых мне актеров, тех, которых я люблю. Но по большей части я остался разочарованным. Надо было это предполагать, учитывая, что режиссер здесь был Дин Девлин. Это минуточный тату, от которой я вот даже сейчас прочту, что он снимал. Это «Геа Шторм». Говно полное. День независимости возрождения. Говно полное. «Подражатель». Ну, окей, тут я не знаю, я фильм этот не помню, либо не смотрел даже. Но не суть важна. Самое главное, что я снимал «Универсальный солдат 4», «Универсальный солдат 3» и много-много другого дерьма. В принципе, ожидать, что с ними что-то хорошее было трудно, но я посмотрел, кто такой режиссер здесь, только уже после просмотра фильма. И на самом деле, я могу даже посоветовать его, но только тем, кто любит Теннента. Собственно, тут главные роли Дэвид Теннент и Роберт Шейн. Собственно, Роберт Шейн, возможно, вам более известен по роли Нейтана в «Не в героях», а в других героях, британских. В «Мисфитс» от «Бросок», то бишь, кто смотрел его в первых двух сезонах, он был великий, просто тянул на себе половину сериала как минимум. И тут он, собственно, главный герой, а Дэвид Теннент, он у нас главный маньяк. И на самом деле, завязка и первая половина фильма выглядят интересно, интригующе, даже можно сказать. Что у нас только происходит? Роберт Шейн занимается тем, что с другом обслуживает машины гостей у ресторана, то есть отгоняет их на парковку, но не просто отгоняет, а если видит, что может чем-то подживиться, едет домой, пока гости ужинут, и в доме что-то крадет, то есть поменялочи, чтобы они не заметили, что их обокрали. И этим пытается как-то зарабатывать. И в один прекрасный день он отправляется в дом некоторого богатенького и очень скверного персонажа, которого играет Дэвид Теннент, и пока там лазит, находит кредитку платиновую, активирует ее, а потом совершенно случайно заходит в кабинет его и обнаруживает там связанную и замученную девочку. Он пытается освободить ее, ничего не получается, он сбегает, возвращает машину Тенненту, но он не дурак, он приехав домой, видит, что на кровати его кто-то валялся, прям как в сказке, да, маша и медведя, кто-то ел на моей миске, кто-то спал на моей кровати. Собственно, так он и вычисляет, что кто-то тут был, и связывает одно и второе, и понимает, что, блин, это тот пацан малой пытался что-то тут сделать, и увидел, видимо, мою жертву. А у него, кстати, в гараже еще там пилы, бензопилы, кровища, мясо кровища валяется, вот это все. В общем, кадр тот еще. И в целом начинается охота наоборот. Примерно как в «Никто не выжил», конечно, но в меньших масштабах, конечно, потому что Дэвина Тенна тут как бы не такой крутой персонаж, да, он начинает его психологически довреть, то есть выгоняют и сработаешь нашего Роберта, друга приканчивает его, его девушку сначала подставляет Роберта, дело в том, что он слил фотки его девушки, потом избивает его девушку, в общем, предваряет его жизнь в ад. и все заканчивается тем, что Роберт начинает в ответку, у него получается сфотографировать самого Теннента, он заводит дело на него в полиции, полиция начинает выходить на него, узнает разные тайны прошлого Теннента, например, то, что он играл в «Докторе кто», и в целом, в целом, Дэвин Теннент тут похож, знаете, на кого? На человека фиолетового, Пурпермен, из Джессики Джонс, он же человек фиолетовым, как на русском переводе его назвали, я не знаю, и, собственно, он играет такого же отмороженного психопата, который пытается как-то воспитать в девушке похищенной что-то большее, естественно, все проблемы в детстве, как обычно, да, и в целом, в целом, фильм мог оказаться, может, не будете прыгать по потолку, пожалуйста, я буду вам благодарен премного, ребят, в общем, фильм мог быть, ему чуть-чуть не хватило, чтобы быть чем-то хорошим, можно было в финал сделать каким-то, знаете, более, либо открытым, либо чтобы зло победило, но, да, это спойлеры, наверное, тут хэппи-энд, типа, ну, как хэппи-энд, словно хэппи-энд, потому что все плохо, как бы жизнь у Роберта разрушена, во многом, как бы, чуть-чуть так, он как был неудачником, так и, в принципе, остался неудачником, ну, ладно, в общем, суть в том, что, если вы любите Роберт, Роберт Теннет, новый персонаж, Дэвида Теннета, как я, то обязательно посмотрите, если же нет, то смотреть его точно не стоит, потому что ничего нового там нету, в первой половине фильма как-то еще изобретательное представление маньяка показано, мои попытки вывести его на чистую воду, как это все обходит, какой он там, типа, умный, и все за собой почищает, это, типа, окей, но чем дальше идет фильм, тем чаще-чаще происходит какой-то бред откровенный, такой, типа, что, блин, зачем, почему, почему это происходит, Роберту Шину тут тоже играть нечего, как бы, у него есть более интересные роли, и, в принципе, мэх, фильм, на самом деле, недавний, он 18-го года всего лишь, и смотреть его стоит только, если вы любите Теннета, только если вы любите Теннета, никаких других мотивов у вас, по сравнению с этим фильмом не будет, особенно, когда досмотрите до конца, и поймете, как это все закончится, типа, ну, серьезно, вы могли что-то сделать интереснее в финале, вместо этого вы сделали вот это, ну, типа, молодцы, наверное, ну, как бы, от Дина Девлина, что можно было еще ожидать, в принципе, это было понятно, и сразу, если посмотреть на его фильмографию, блин, он снял гребан Геошторм, о чем мы говорим вообще, вот, что ж, ребят, на этой прекрасной ноте, не совсем, мы, наверное, закончим сегодняшний выпуск, мы поговорили о трех, не, фильмах, которые подойдут для Пятницы 13, надеюсь, вам понравился выпуск, пишите комментарии, как обычно, как вам вот это все понравилось, нет, и увидимся мы через неделю, с вами был Злогейзер, всем спасибо, не забавьте теги и кнопочки в описании, там, лайки ставить, подписываться на канал, это нам помогает, радует, вот это все, что ж, всем спасибо еще раз, и всем, пока!